Всем привет любители игры на арте! Вы на канале Фаворит и это венец танкового артостроения, ну в данном случае в нашей игре, ГВЕ-100, карта Мураванка и играть я его буду полностью на повышенных снарядах. Ребятки, бой вам должен понравиться, поэтому не забывайте пожалуйста ставить палец вверх, если так и будет. Ну а если не понравится, то палец вниз. Любая ваша реакция помогает каналу развиваться. Итак, поехали! Смещаемся мы в правую сторону, видим что много тяжиков сюда едет, то есть взвод кранвагнов, ИС-4, Леопард, 277, очень много тяжиков, но как я уже говорил не раз, первый отстрел должен быть по ЛТ, потому что это враг номер 1. Итак, сводимся, даем, 374 даем, неплохо, и это же не забывайте, это повышенный снаряд, у которого сплэша почти нету. Держим его в ракурсе, потому как его нужно сбривать первого, не знаю как там вторая арта будет по нём кидать или нет. Видим. Ой, хорошо, на 700 пробило, пробило, пробило арта. Ну, добирать мне? Отлично! Отлично, хорошо мы с арточкой отработали, ЛТ-шка отправляется в ангар, при том, что наша фулловая практически осталась. Вот и хорошо, вот и хорошо. Отлично! Так, смотрим сюда, здесь тоже в принципе скопление танков у них нехилое такое. Будет подставляться Леопард или Рина? Ой, Леопард получает. Ой, то он вообще в ангаре уже. Надо по фашу отрабатывать. Повышенные снаряды, поэтому нужно чётко понимать, что делаешь. Ух, жаль, что не пробил, но в бортинку отличный урон на 545 заходит. Ух, сумасшествие просто какое-то. Красотища, красотищеская. Так, 60-ый парик тут почти не подставляется. Фош не угоманивается. У меня 10 секунд перезарядки. Если он будет светиться, а он будет светиться, скорее всего, то будем отрабатывать ещё раз по нему. Ну и, скорее всего, нужно будет смещать. Ой, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ух, с подпалом! Жаль, что потушился. Очень жаль. Ну, неплохо. Ну, скорее всего, лес мы будем проигрывать, так как у них там сосредоточена большая часть команды. И причём у них есть два чувака на леопардах, а там, ребята, я вам скажу, хорошие. Они там и стоп-кланчиковые, все дела. Так, ну, Ягу я не знаю, будут ли светить или нет. А по тяжикам с моей стороны очень плохой прострел. Да, светится Яга. Ну, и куда она собралась, я не понял. На гуслю её поставили. Она вперёд едет, вы прикидываете, промах. Её влупят в борт, и она вперёд едет. Не назад откатывается, ничего такого. Так, тем временем наши тяжи справляются с 60 ТП. И остаётся там Рина. Ну, я думаю, там 4-5 танков должны его просто расшмотать по-шустрому, да и всё. И должны проходить дальше. Так, 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 Яга 800 ХП. 14 ХП. Сводимся до последнего, кидаем. Чё-то прицел скакнул, кстати. И нету попадания. Даже сплэшем 14 ХП не убил. То есть игра против была, да, чтобы я его забирал. Жаль. Ну, буду я смещаться сюда, к нашим тяжам, потому как для меня здесь безопасней. Не пойму я, как наша ЛТ-шка слилась. Мы, в принципе, ей такой задел с артой сделали. Союзный. Ну, вот, 21-го тут сбривают. Не знаю, 92-й успел куда-то уехать дальше или нет. Ну, как бы они... Они же видели, что тут продавливают. Соответственно, им нужно было раньше это делать, уезжать. Либо они верили в свои силы. Ну, не знаю. В общем, неправильные действия от противников арты. Просматриваю я здесь периметры, где могут стоять. Ну, я-то понимаю, где они могут стоять. Только светить-то некому. Центурион, Стерва и Гриль на крайней линии, практически на красной стоят. Поэтому засветят они уже кого-то, которые только подъезжать будут уже. А они по-любому вернулись. И стоят на отстреле. Наши тоже, в принципе, не торопятся ехать. Но вот из четвертого уже ВАЗик добивают. Значит, кто-то его хорошенько светил. Где-то стоит или Леопард, или АМХ, или второй Леопард, или Прога. Ну, в общем, кто-то светит. Я вижу здесь наваленные деревья, поэтому откидываемся сюда. Не попадаем ни в кого. Может, не в них стоит. Ага, видим, Леопарда клепают уже нашего. Но явно это светил не АМХ. Потому как слишком далеко. Значит, кто-то все равно стоит в кустиках перед Леопардом нашим. Вот, вот, вот он. Вот он стоял. И я кусты угадал, просто не попал. Он ближе стоял. Ага. Ну, будем откидываться в надежде попасть. Три секунды полет снаряда. Ну, не до лед. Нет, 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 не попал. О, у нас уже и 277-го сбрил Леопард. Да, там кто-то стоит на подсвете еще. Мне кажется, Вазик... Ну, может быть, и пересветил бы Леопарда, но очень сомнительно. Мне кажется, кто-то там еще стоит. Засвечивается Леопард. Вот этот, кстати, очень хороший Леопард. Ну, точнее, игрок очень хороший. Видите, Центуриона нашего убивает второй. Откидываемся. Попытка откидаться по-быстрому, но ни к чему не приводит, потому как снова не до лед. Но, ребята, здесь будет такой момент в этом бою, и он уже довольно-таки скоро. От которого вы по-настоящему кайфанете. Просто перевернул ход боя. Итак, я сближаюсь, потому как полеты снаряда, вот эти, которые больше, чем по 3 секунды, меня не особо устраивают. Поэтому я планирую подъехать немножко, чтобы, как бы, больше возможности было попадать. Итак, мы-то вроде бы в один танк ведем, но по ХП мы проиграем. Плюс, плюс они зрячие. Плюс на Леопардах очень хорошие игроки, которые имеют по полторы тысячи ХП еще. И наш Леопард, наполучав, конечно же, откатывается. Ну вот, смотрите. А вот для чего и игра его берегла. Чтобы он добрал гриля. Нужно шотного добирать. Отлично. Сохраняем преимущество в один танк, но ХПшки как бы не сильно. И они... Вот он, вот он, поехал на стерву. Стервочка, ты держись, родная. Ты держись, стервочка. Я тебе обязательно помогу. Главное, держись. У меня 10 секунд перезарядки, но... Ой-ой-ой, как ее разбирает? Просто шансов не дает Леопард. Еще и Вазик оттянулся. Держись. У меня КДшка. Берем упреждение. Кидаем. Боже, какой шот. На 1300. И стерва его добирает. Это был отличный игрок. Отличный. Вазик. Но Вазик с шота не должен добирать стерву. По идее, она должна с ним расправляться. Да, умничка. Молодец. Не зря я ее подберег. Вот так вот, ребятки. А если бы я не сделал этот шот? С вероятностью, я думаю, процентов 80-90. Кстати, откидываемся по Леопарду. Не-не-не, он будет разворачиваться. Будем кидать на ход ему. 2 секунды. Отлично. Ой, под жопу прям подлетело. Супер. По-любому должен был урон дать. Так вот, если бы я этот шот не сделал, с вероятностью 80-90 процентов мы бы проиграли. Потому как Леопард убивал бы шотную стерву. И дальше бы смещался. И всех бы наших бы они просто пересветили и убили издалека. Так что, ход боя-то я перевернул. Из-за этого, конечно же, это победка. Леопарда здесь добирают. Прекрасный бой. Прекраснейшее пробитие. Просто класс. Результаты боя, ребятки, у вас перед экранами. Накидалось здесь 3 700 урона. Сделал 2 фрага. Отличнейшее сделал пробитие. Ну, так я как и говорю. Леопарды, посмотрите у них, как отыграли. 4 700, 4 900. Игроки там были очень хорошие. Но, хорошо, что был я в нашей команде. Вот так вот, ребятки. Результат боя классный. Бой прекрасный. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Фаворит. Результат боя. Продолжение следует...